Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Очень хотелось бы, чтобы было тепло, немножечко хотя бы более тамфорно. Правильно сказать, не тепло, а теплее. И это всё-таки довольно важно прямо сейчас. Я предлагаю об этой теме поговорить с гостем. Да, у нас сегодня в студии Олег Зайцев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Позвольте сразу вопрос в лоб, так сказать. Как началось ваше утро нового дня? Хорошо. Только рано, наверное. Нет. Нормально. Вопрос такой. На самом деле тема энергоснабжения и отопления, и тепла в целом, она довольно актуальна. И в последнее время, наверное, во всём мире ей уделяется огромное внимание, ввиду того, что развиваются экологические технологии, так называемые возобновляемые источники энергии. Насколько это актуально для Крыма? Ну, для Крыма это археактуально. Если с электричеством сейчас проблема, в принципе, решаема, решена практически, то есть в ближайшее время будет наблюдаться переизбыток уже по электроэнергии, достаточно значительно это означает развитие производства и всего остального, то по производству тепла и холода, собственно говоря, а в Крыму это тоже актуально, как вы сами понимаете, эта проблема остаётся. И она достаточно долго ещё будет актуальна. Почему? Потому что те мощности, которые у нас есть, то есть, кстати, достаточно значительные мощности по альтернативным источникам, и вы же помните, что в Крыму находится самая большая по площади электростанция фотовольтажки, была самая большая в мире, сейчас самая большая в Европе, по-прежнему она работает, то есть с этим всё нормально, вот, по альтернативным источникам. Ну, я занимаюсь альтернативными, если, как говорится, традиционными альтернативными источниками, но тепла и электричества. С этим сложнее. С этим сложнее, почему? Потому что это связано с обычными водогрейными котлами, вот, которых у нас достаточно много, и они разбросаны по всей территории, вот, и КПД их, конечно, оставляет желать лучшего. Вот, тем более, это зачастую зависит не только от производителя, но и от условий эксплуатации. Скажите, пожалуйста, мы говорим с вами о КПД. Это в первую очередь потому, что устаревшие технологии, или, в принципе, сам по себе этот механизм является эффективным производством тепла? Да нет, эффективность самого котла, чтобы сжечь, это достаточно проработанная технология, она достаточно эффективна. Другой вопрос, как мы используем это тепло. Ведь котел работает в своем КПД, как вы сами понимаете, в каком-то промежутке, то есть при определенной нагрузке. Мы подбираем этот котел, теплогенератор, под какую нагрузку. Соответственно, с нормативом мы подбираем его по теплопотерям нашего здания, ну или того помещения, которое будем отапливать, на холодную пятидневку. То есть средняя температура самых холодных пяти дней в году. Вот эти пять дней прошли, температура повысилась, соответственно, такой мощности уже не надо. Столько тепла не надо от этой теплогенерирующей установки. Соответственно, что происходит? КПД начинает падать. И, соответственно, к окончанию отопительного сезона у нас заканчивается при плюс 8 градусах в течение от 3 до 5 суток, когда средняя температура выше у нас 8 суток, должно прекратиться. То есть КПД, соответственно, достаточно низкий. Вот если мы перейдем, допустим, на систему, когда мы будем подбирать это отопительное оборудование на среднюю температуру, допустим, самого холодного месяца, как принято в странах, допустим, Норвегии, Швеции, то есть этого региона, то класс оборудования, то есть мы... У оборудования получится больший диапазон действия в своем номинальном КПД, в своем, ну, или максимальном КПД. То есть тогда эффективность использования оборудования, конечно, повысится. Это первое. Второе. Нужно учитывать еще теплопотребление. То есть сколько мне надо тепла? Насколько я понимаю, здесь важно упомянуть и тот факт, что наше здание не совсем эффективно с точки зрения теплосбережения. То есть инерционность очень невысокая, и здание быстро теряет тепло. Ну, здесь нужно исходить из того, зачем это здание. То есть нужна ли там эта высокая инерционность. Ну, приведу пример. В Кёлинском соборе была проблема. То есть там стояли каменные скамьи для прихожан. Вот. Они достаточно высокую, большую теплоемкость имели. То есть для того, чтобы подготовить это здание для прихожан, приходилось несколько часов протапливать это помещение, то есть подавать туда тепло, прогревать его. Потом приходили прихожане, в течение часа проходила служба. После этого они уходили, и это помещение постепенно остывало. То есть нерациональный расход тепла. Вот они покрыли эти сиденья, эти скамьи пластиком, уменьшили их теплоемкость. Соответственно, после этого прогрев этого помещения снизился до где-то до 40 минут. Как вы сами понимаете, остывало, правда, так же быстро. Вот. Но они прогревали, они уменьшили в разы потребление тепла. То есть не надо было прогревать. Здесь нужно исходить все-таки из эксплуатационных целей этого здания. Во-вторых, ну давайте смотреть так. Что нужно для того, чтобы мы имели достаточно эффективную систему, и это было не менее дорого, скажем так. Для этого нужно, наверное, в первую очередь взять, посмотреть систему отопления. То есть она должна саморегулироваться. То есть будет оборудовано терморегуляторами. Соответственно, должен быть на входе в здание тепловой пункт с погодным регулированием, с программированием. По часам дня, по дням недели, то есть если я уезжаю куда-то на выходные, он должен снизить мне температуру помещения и прочее, прочее. Вот. Плюс должна быть изолирована. И, соответственно, с соответствующей автоматизацией теплотрасса. И тогда после этого окажется, что в котельной нам нужно не пять котлов, а три котла, например, как вы сами понимаете. То есть это нужно исходить из концевой точки. Это первое. А вот что касается утепления зданий, ну, современная... Сейчас методика при оформлении энергетических паспортов здания, это мы уже, кстати, должны делать. Получается, что у нас все сводится к тому, что мы усредняем всю оболочку здания. На самом деле, на мой взгляд, нужно учитывать неравномерность самой оболочки здания. Вот то, что у нас основные теплопотери идут через окна все-таки, а не там, где мы утепляем стены. То есть не через стены? Не через стены, через окна. А сейчас еще, поскольку нормативы ужесточились, в несколько раз у нас возросло термосопротивление ограждающей конструкции, то основные теплопотери у нас идут с вентиляцией. Мы выбрасываем воздух нагретый, уходят. И что же с этим делать? Нужно ставить рекуператоры. То есть использовать как раз вот действительно эти технологии по использованию вторичных источников тепла, энергии. Ставить рекуператоры, использовать для обогрева то, которое мы выбрасываем в тепло, либо для выработки электроэнергии, либо для подогрева приточного воздуха свежего снаружи. То есть создавая себе и такой образом, и комфортную среду, и используя вот это тепло. Скажите, а вот, например, какие-то альтернативные источники тепла, я имею в виду вакуумные коллекторы, например, солнечные. Насколько они могут быть применены в условиях Крыма в первую очередь и в условиях, допустим, массового строительства, то есть многоэтажного? Все, что касается солнечных коллекторов по выработке воды, за электричество, ничего пока не могу сказать. Здесь другого специалиста приглашайте. Но нужно применять любые вакуумные обычные солнечные коллекторы. Оно вообще, чем дешевле, конечно, тем лучше, тем оно быстрее окупается. Вакуумные, у них очень высокое КПД мгновенной мощности. Мгновенной мощности? Ну, то есть вот в секунду. В секунду нагревается вода? Да, сколько там не нагревается вода, сколько он дает тепла, сколько он может взять тепла от солнца в единицу времени. А автоматика, когда работает, она работает. То есть насос у нас включается, начинает качать в верхнем контуре теплоноситель. При разнице температур, как правило, 10 градусов. Он не будет у вас включаться на каждые полградуса разницы температуры. То есть таким образом срезается, собственно говоря, вот этот пик мощности. То есть это может оказать, скажем так, негативное влияние на работу, на эффективность в среднем по сезону, допустим, вот этого вакуумного коллектора. А на самом деле он, в принципе, дороже. И, ну, плюс его площадь, эффективная площадь, по сравнению с общей площадью, немножко поменьше. Ну, может, сейчас уже догнали, то есть выправили этот недостаток. Вот. Но, в принципе, должны использоваться все возможные способности. Все, что есть, я только за. Олег Николаевич, вот все-таки, возвращаясь к энергосбережению и солнечному полуострову, у нас есть какая-то специфика этого вопроса? Скажем так, в отличие от материка? Конечно, есть. Во-первых, у нас вопрос не только энергосбережения, еще и холодное сбережение получается. Почему? Потому что у нас летом очень много затрат идет на холод, на получение холода, на охлаждение этих помещений и прочие-прочие вещи. А сами здания запроектированы на то, чтобы удерживать только тепло, получается. Ну, скажем так, а с другой стороны, ведь чем, скажем, здание быстрее отдает, скажем, больше удерживает тепло, тем, с другой стороны, оно и сдерживает жару со стороны. Абсолютно верно. Но процесс в другую сторону идет немножко. Поэтому получается, у нас проблема еще возникает с получением этого холода. У нас в основном что стоит? Кондиционеры. Редко, когда стоят центральные кондиционеры. В основном у нас стоят что? Сплит-системы. Сплит-системы, если бы еще мультисплит-системы стояли, то есть с одним управлением и одним установкой чиллеров где-то там на крыше, холодильной установкой, когда возможно было перераспределение того холода, там южная сторона, северная сторона, где-то в офис не пришли люди. То есть переброска вот этих мощностей по холоду, по помещениям, то есть рациональное использование в пределах, допустим, даже одного здания. Когда это будет, тогда это становится и эффективным, и интересным. А когда у каждого из нас стоит сплит-система, ну она будет давать холод, но это затратно, скажем так, более затратно. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Очень интересный разговор. И мы обязательно вас еще раз пригласим и поговорим более подробно. Напоминаю, в гостях в нашей студии Олег Николаевич Зайцев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Бернацкого. Спасибо вам большое. Не уходите еще. Спасибо вам большое, да.